Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может поставить организму необходимое количество крови. При этом от желудочки сердца либо не нагнетают достаточно крови в систолу – это систолическая сердечная недостаточность, либо недостаточно наполняются кровью в диастолу – это диастолическая сердечная недостаточность. В обоих случаях кровь возвращается в легкие, вызывая застой или скопление жидкости. Это явление часто называют застойной сердечной недостаточностью. Ей страдают миллионы людей во всём мире. Из-за того, что потребности организма не удовлетворяются, ЗСН может привести к смерти. Распространённость сердечной недостаточности связана в частности с тем, что различные заболевания сердца, например, ИБС, патология клапанов, могут приводить к нарушению сердечного выброса и со временем к появлению сердечной недостаточности. Итак, при систолической сердечной недостаточности снижена способность сердца каждую минуту нагнетать необходимый определённый объём крови, который называют сердечным выбросом, который определяется как частота сердечных сокращений, умноженная на ударный объём – объём крови, нагнетаемый за один удар сердца. С частотой сердечных сокращений всё понятно. А вот ударный объём не так прост. У взрослых частота составляет примерно 70 ударов в минуту, а левый желудочек может нагнетать 70 мл крови за сокращение. То есть сердечный выброс будет равен 70 умножить на 70 – 4900 мл в минуту. Это почти 5 литров в минуту. Но посмотрите, не вся кровь выбрасывается из сердца. Ударный объём – это фракция общего объёма. Общий объём составляет около 110 мл, а 70 мл – это фракция, выбрасываемая при каждом ударе. Оставшиеся 40 мл остаются в левом желудочке до следующего сокращения. В нашем примере фракция выброса составляет 70 разделить на 110, или около 64%. В норме фракция выброса равна от 50 до 70%. От 40 до 50% считается границей нормы, а менее 40% указывает на систолическую сердечную недостаточность. Таким образом, если объём левого желудочка 110 мл, но при сокращении выбрасывается только 44 мл, то это составляет около 40%, и можно утверждать, что у пациента систолическая сердечная недостаточность. А теперь рассмотрим диастолическую сердечную недостаточность. В этом случае сердце выбрасывает достаточно крови, но недостаточно наполняется. При этом ударный объём также низкий, но фракция выброса в норме. Почему? Сердце плохо наполняется кровью, а значит общий объём низкий, допустим 69 мл. Оба значения снижены, а значит 44 мл от 69 мл будет также 64%, но в этом случае недостаточность вызвана плохим наполнением желудочка, а камера не заполняется и не растягивается полностью. Иными словами, при этом снижена преднагрузка или объём крови, находящийся в правом желудочке перед сокращением мышцы желудочка. Важным соотношением между систолической и диастолической функцией является закон Франко Старлинга, который говорит, что заполнение желудочка кровью в диастолу и растяжение сердечной мышцы приводит к её более сильному сокращению, что увеличивает ударный объём в систолу. Это примерно так же, как растяжение резинки вызывает более сильное её сжатие. Только сердечная мышца сокращается активно, в то время как резинка просто возвращается в обычное состояние. Возможно, сердечная недостаточность с поражением правого или левого желудочка или сразу обоих. Соответственно, правожелудочковая, левожелудочковая или двухжелудочковая сердечная недостаточность. Каждый тип может быть систолической или диастолической сердечной недостаточностью. Если из одного желудочка выбрасывается мало крови, это влияет на другой, так как они работают последовательно. Поэтому левожелудочковая может вызвать правожелудочковую и наоборот. Все эти термины описывают только первичную проблему. Как правило, левожелудочковая сердечная недостаточность вызвана систолической или нагнетательной дисфункцией. Обычно это связано с повреждением миокарда. Мышца не может сокращаться с той же силой и нагнетать кровь также эффективно. Чаще всего это вызвано ишемической болезнью сердца вследствие атеросклероза коронарных артерий. При этом меньше крови и кислорода поступает по коронарным артериям в ткань сердца, что приводит к повреждению миокарда. Иногда коронарные артерии полностью закупориваются и возникает инфаркт миокарда, при этом образуется рубец, который не сокращается, что опять же приводит к снижению силы сердечного сокращения. Другой частой причиной сердечной недостаточности является длительная артериальная гипертензия. При повышении артериального давления в системном кровотоке левому желудочку труднее нагнетать кровь. Для компенсации левый желудочек увеличивается в размерах, то есть возникает мышечная гипертрофия. Он растет, чтобы сокращаться с большей силой. Увеличение мышечной массы вызывает большую потребность в кислороде, а лишняя масса еще больше сужает коронарные артерии, так что еще меньше крови поступает к тканям. Повышение потребности и снижение доставки означает, что сокращение мышц и желудочков становится слабее, что приводит к систолической недостаточности. Еще одной причиной является дилатационная кардиомиопатия, при которой сердечная камера расширяется и увеличивается в размерах, чтобы желудочек заполнялся большим объемом крови, то есть чтобы увеличить преднагрузку. А мышечные стенки растягиваются, и сила сокращений возрастает, согласно закону Франкостартинга. Какое-то время это работает, но постепенно мышечные стенки истончаются и ослабевают, что в конце концов приводит к левожелудочковой сердечной недостаточности. Толщина стенок желудочка должна соответствовать размерам камеры, чтобы сердце эффективно сокращалось. Любое значимое отклонение может привести к сердечной недостаточности. При левожелудочковой сердечной недостаточности чаще встречается систолический тип, однако также встречается диастолический, то есть дисфункция заполнения. Помните гипертрофию левого желудочка при артериальной гипертензии? Она имеет концентрический характер. То есть новые саркомеры образуются параллельно существующим. Это значит, что при расширении мышечной стенки она вторгается в полость желудочка, оставляя меньше пространства для крови. Таким образом, артериальная гипертензия не только способствует систолической дисфункции, но и может вызывать диастолическую. Концентрическая гипертрофия, приводящая к диастолической дисфункции, также может быть вызвана ортальным стенозом, сужением отверстия ортального клапана и гипертрофической кардиомиопатией, патологическим утолщением стенки желудочка, который часто имеет генетическую причину. Ещё одной причиной является рестриктивная кардиомиопатия, при которой сердечная мышца теряет эластичность и левый желудочек плохо растягивается и плохо наполняется кровью, что приводит к диастолической сердечной недостаточности. Когда сердце не выбрасывает достаточное количество крови, снижается почечный кровоток. Это активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и приводит к задержке жидкости. В результате сердце больше заполняется в диастолу и возрастает преднагрузка, и вследствие этого сила сокращения, согласно закону Франка Старлинга. Но, как и в других случаях, через некоторое время задержка жидкости в кровеносных сосудах приводит к поступлению большего объёма в ткани и застою жидкости в лёгких и других органах, что может ухудшить симптомы сердечной недостаточности. Таким образом, основным клиническим признаком неспособности сердца нагнетать достаточное количество крови в организм является её возврат в лёгкие. Возврат крови в лёгочные вены и капиллярное русло может повышать давление в лёгочной артерии и вызывать перемещение жидкости из кровеносных сосудов в интерстициальное пространство, что приводит к отёку лёгких или застою. В лёгочных альвеолах дополнительный объём жидкости затрудняет обмен кислорода и углекислого газа, так как при более толстом слое жидкости требуется больше времени для диффузии кислорода и углекислого газа. И у пациентов развивается одышка, затруднение дыхания, а также ортопное, затруднение дыхания в положении лёжа, так как при этом облегчается отток венозной крови от ног и кишечника к сердцу и затем в лёгочную циркуляцию. Эта дополнительная жидкость у лёгких вызывает крепитацию и хрипы при дыхании, которые можно услышать при аускультации. Если капилляры лёгких переполняются жидкостью, возможен их разрыв с попаданием крови в альвеолы. Альвеолярные макрофаги поглощают эритроциты, в результате чего приобретают буроватую окраску из-за скопления железа. Их называют альвеолярными макрофагами, нагруженными гемосидерином, или клетками сердечной недостаточности. При левожелудочковой сердечной недостаточности для улучшения кровотока назначают ингибиторы АПФ, которые способствуют расширению сосудов, а также диуретики, которые уменьшают скопление жидкости в организме, препятствуя развитию артериальной гипертензии и прогрессированию сердечной недостаточности. Теперь сменим тему и поговорим о правожелудочковой сердечной недостаточности, которая нередко провоцируется левожелудочковой. Помните, как скопление жидкости повышает давление в легочной артерии? Так вот, при таком повышении давления правому желудочку труднее нагнетать кровь. Тогда сердечная недостаточность будет двухжелудочковой, ведь страдают оба желудочка. Однако бывает и изолированная правожелудочковая сердечная недостаточность, например, при лево-правом сердечном шунте. Это может быть при дефекте межпредсердной или межжелудочковой перегородки, когда кровь перетекает из области высокого давления слева в область низкого давления справа, в результате чего справа увеличивается объем жидкости, что впоследствии приводит к концентрической гипертрофии правого желудочка и повышению его предрасположенности к ишемии, то есть к систолической дисфункции, а также к уменьшению объема и снижению эластичности, то есть к диастолической дисфункции. Также изолированная право-желудочковая сердечная недостаточность бывает при хронических заболеваниях легких, при которых затрудняется обмен кислорода. В ответ на снижение уровня кислорода происходит спазм легочных артериол, который повышает давление в легких. При этом правый желудочек не может нагнетать кровь, и возникает право-желудочковая гипертрофия и сердечная недостаточность. Такая ситуация обозначается как кор пульмонали или легочное сердце. При лево-желудочковой сердечной недостаточности кровь возвращается в легкие, при право-желудочковой кровь возвращается в органы и ткани, и возникает застой в венах системного кровообращения. Частым его проявлением является набухание шейных еремных вен, которые несут кровь к сердцу и при этом состоянии расширяются. Также кровь скапливается в печени и селезенке, где переходит в интерстициальное пространство, в результате чего эти органы увеличиваются в размерах. Это состояние называют гепатоспленомегалией, и оно может вызывать боль. При длительном застое в печени развивается цирроз и печеночная недостаточность, который называют сердечным циррозом печени. Избыток интерстициальной жидкости у поверхности печени и селезенки может также переходить в полость брюшины. В этом пространстве может накопиться много жидкости. Скопление большого объёма жидкости называют асцитом. Наконец, жидкость, которая скапливается в интерстициальном пространстве мягких тканей нижних конечностей, вызывает образование отёков, которые легко видны при внешнем осмотре. Отёки бывают у многих, так как вследствие воздействия силы тяжести большая часть крови накапливается в определённых частях тела, в ногах в положении стоя и в области крестца и поясницы в положении лёжа. Право-желудочковую сердечную недостаточность лечат так же, как и лево-желудочковую, зачастую потому, что она часто является её следствием. Таким образом могут назначаться ингибиторы АПФ и диуретики. Мы видим, что при сердечной недостаточности мышечная стенка может растягиваться и истончаться, а иногда утолщаться и страдать от ишемии. В любом случае возникает повреждение клеток, которое может приводить к аритмиям. При аритмии желудочки сердца не сокращаются синхронно, что ослабляет нагнетательную способность и ухудшает состояние. В некоторых случаях пациентов лечат с помощью ресинхронизирующей терапии с применением искусственных водителей ритма, которые стимулируют одновременное сокращение желудочков, что может улучшить нагнетание. Кроме того, при сердечной недостаточности может проводиться имплантация искусственного желудочка сердца, который буквально помогает сердцу нагнетать кровь. На поздних стадиях при неэффективности других методов лечения может быть приведена пересадка сердца.